Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лопадом. И сегодня речь пойдет о Честертоне. Гилберт Кейт Честертон, человек, который был четвергом, и Наполеон Тингхильский. Два вот этих романа вошли в сборник, и надо сказать, что это не самый мною любимый автор, но автор, которого я необычайно уважаю и ценю. Дело в том, что в начале 20 века, когда тьма сгущалась, когда впереди была Первая война, потом затем и Вторая мировая война, когда человечество еще не показало себя во всей красе, но уже готовилось к этому, такие фигуры, как Честертон, они внушали действительно не просто почтение к старой доброй Англии и к крестьянским, соответственно, католическим, как у Честертона, ценностям, но и к вообще возможности веры в человека как в такового. Потому что на самом деле человек, который был четвергом, это вовсе не против анархистов и подпольщиков, заговорщиков, направленный роман. Хотя формально это история о заговоре, история о тайном обществе. Они во все времена были одинаковы примерно, они во все времена одинаково хорошо маскировались под миссию по спасению человечества, и во все времена действовали, скажем так, одинаковым образом. Дело в том, что эти технологии, эти методики вы не найдете нигде в открытую описанными. Хотя, конечно, было бы очень наивно полагать, что вот эти записочки, что вот этот клуб недели, четверг, это кличка, прозвище, партийная кличка такая подпольная. Соответственно, был понедельник, вторник и загадочные воскресенья. Такой толстяк, который, значит, в конце становится ключом ко всей, к разгадке, значит, всего замысла романа, всего смысла повествования. Самое главное в этом романе вовсе не сюжет, на мой взгляд. И то же самое, как это ни парадоксально звучит, в Наполеоне на Тингхюнском. Хотя, конечно, антиутопия, которую написал Честертон, причем, ведь год начала событий у него 1984, и до сих пор исследователи гатают, читал ли Орел внимательно эту книгу, обратил ли он внимание на дату начавшихся событий, да, и использовал ли он ее, или пропустил, значит, прозевал эту дату. Вот. Надо сказать, что Орел Честертона не любил. И, вот, опять же, я все говорю с чужих слов, со слов критики, критиков и исследователей творчества, но время от времени высказываясь о его произведениях, Орел все-таки Честертона читал. Так вот, 1984 год, видимо, какое-то очень такое важное место в человеческой истории, да, какой-то узловой момент, такая, точка бифуркации раз за разом, вот уже дважды, а если вспомнить Диертя Даллаша, это, значит, венгерский, если не ошибаюсь, писатель, который полностью решил развить и продолжить мысли Орел и написал 1985, роман, значит, продолжение 1984 года, и, значит, вот уже трижды человечество обращается именно к этой дате, что-то такое там случилось, что-то такое там было, по-видимому. Ну ладно, вернемся к человеку, который был четвергом. На самом деле, Честертон фигура очень странная, парадоксальная, он на рубеже веков, он не принадлежит старой доброй Англии целиком, с ее, значит, англиканством, с ее почтенными традициями, обычаями, и его паттер Браун, это именно паттер, обратите внимание, все-таки в протестантской стране, да, католический священник, это особая стезя, да, особая миссия, и сам католицизм автора, это тоже очень важно. В любом случае, здесь, вот я рекомендую статью Натальи Трауберг, которая прекрасно перевела эти вещи, да, и которая рассказала очень коротко и внятно именно о парадоксальности восприятия и романа, и самой фигурчи Честертона в России, и о том, какая подоплека под всем этим лежит, потому что на самом деле находится, потому что на самом деле, конечно, это притча, это притча, это романы на сказания, и мы можем здесь прочитать, как, значит, какие-то теологические направления, да, какие-то теологические мысли, потому что, ну, разумеется, вот это вот воскресенье, которое там улетает от всех на воздушном шаре в конце, это совершенно однозначная метафора, только вот чего, никак не понятно, но не тянет он на голову заговорщиков. И вообще прямолинейные этого романа, значит, толкования, они выглядят несколько странными, потому что, допустим, вот Трауберг пишет в своей статье, что сам автор был шокирован театральной интерпретацией в Советской России этого романа, потому что, как бы, значит, это роман, который был развенчанием анархизма как такового, и вообще всех подпольщиков таких, всей подпольной деятельности, он, естественно, выдавался за апологию этого самого анархизма, и это очень странно звучало, ну, и, на мой взгляд, сегодняшний тоже звучит. Что для меня важно в Честертоне? Вот рассказы о Патере Брауне я прочел очень поздно, потому что я не любитель детективного жанра, и никогда им не интересовался. Они сильно проигрывают, на мой взгляд, Конан Дойлю, потому что они гораздо менее полны драматических событий, они гораздо менее экзотичны, там все спокойнее, хотя отдельные, конечно, моменты запоминаются на всю жизнь. Допустим, помните, да, рассказ, где Патер наводит сыщика на след преступника, пытаясь привлечь его внимание, зная, что сыщик будет рыскать по городу и выискивать странности и несовпадения с привычным ходом вещей, он бросает в стену тарелку с супом, значит, в таверне, да, в кафешке, в ресторанчике, не помню, в пабе, возможно. Значит, это зеленое пятно на стене, оно, конечно, привлекает внимание, и сыщик, у которого профессиональное чутье на такие детали, немедленно спрашивает официанта, а что случилось, что у вас так вот испорчена стена? Да вот, пожилой джентльмен, прекрасно расплатился, как бы все, потом внезапно, уходя, бросил тарелку с супом в окно, в смысле в стену, да, вот. Значит, это, конечно, навело на след. Такие детальки, они врезаются в память на всю жизнь, это важно. Но, в целом, рассказывайте детективные, я не оценил, хотя не мог не почувствовать ту самую силу, скажем так, силу победы добра над злом, те самые светлые силы, которых, несомненно, воином является Честертон, потому что о чем бы он ни писал, как бы он ни писал, что бы он ни, значит, придумывал, это всегда будут такие, я бы сказал, не апологетические, то есть не отстаивающие, не защищающие христианские ценности, а представляющие их произведения. То есть он настолько органично сочетается с вот этими вот христианскими ценностями, как писатель, что его совершенно невозможно отделить от его проповеди. И поэтому Честертон-писатель, Честертон-проповедник – это фактически одно и то же лицо. Их нельзя разделить, хотя в его объемистом собрании сочинений, да, вероятно, такое разделение специалист-любитель Честертона проведет. Ну и напоследок я хочу сказать, что, конечно, для меня прежде всего это абсолютно кавкианская, только вывернутая наизнанку метафора, потому что «Человек, который был четвергом», это, скажем так, роман, метафора о том, что вообще ожидает любого человека в жизни. Каждый из нас связан тайными связями с другими людьми. Каждый из нас связан с некой таинственной сущностью его жизни, с некой судьбой. То, что мы поднимаем за фатум, за предопределение, которого не существует, на мой взгляд. И, соответственно, вот эти вот связи неожиданным, парадоксальным образом проявляются. Но мы их принимаем за абсурдные стишки, за стишки в духе Оксюмарона, да, в духе Кэролла, в духе Эдварда Лира, да. Вот помните те записочки, которые кидают в воскресенье. Это, конечно, неправильно. Мы должны здесь увидеть тайные знаки, но, увы, нам это явление не дано. Ну и, наконец, об анархизме и о тайных обществах. Конечно, все это выглядит как дитячие шалости, Потому что настоящее тайное общество, эта структура очень жесткая, карающая за неподчинение совершенно чудовищным образом. Это не какие-то бесы Достоевские, а это логический, я бы сказал, с математической точностью выверенная структура. Разбитая, допустим, на пятерки, когда глава каждой пятерки, каждой ячейки, знает только своих подопечных, но он понятия не имеет, кто возглавляет и кто входит в соседние пятерки. И такую, понимаете, да, ветвящееся таким образом дерево тайного общества невозможно искоренить целиком. Ее невозможно подсечь под корень, потому что ни один человек не знает, кто в точности входит в общество и составляет все его. И утрата какой-либо части не обездвиживает всю структуру целиком. И так далее, и тому подобное. И все методы конспирации, и все, значит, всевозможные способы обмануть доверие сыщиков, да, и так далее. Все это изложено в специальной литературе. Вот, в общем-то, Честертон, в том числе его знаменитый роман про тайное общество анархистов, да, он не про это, он про другое. А про что вам нужно прочитать книгу, чтобы понять? Потому что действительно вся суть в диалогах, вся суть в рассуждениях. В этом шафранном саде, да, где вот они, в этой вот прекрасной Англии, в которой все это происходит. В их интриге, да, как она ведется, как вас держит напряжение все время, все время произойдет или не произойдет. Вот, предотвратят, не предотвратят, разоблачат, не разоблачат, и так далее. Вот, в каждой главе нагнетается, 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 и кончается вот этим вот ничем, крайне разочаровывающим любого, ожидающего стандартного детективного сюжета, да, в духе детективов 20 века, про, там, наемных убийц, про какие-то политические интриги и так далее. Это про другое. Это про гораздо более сложные, тонкие и интересные, на мой взгляд, вещи. Вот такой вот человек, который был четверком. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.